ИГИЛ Изучение, своевременная и правильная реакция на это, это залог того, что в будущем удастся принимать правильные решения, удастся построить мир, который будет более безопасным. И такого рода феномены, они, скорее всего, либо будут встраиваться в уже признанную систему отношений, либо все-таки будут каким-то образом купироваться, чтобы это не приводило к серьезному обострению политической ситуации. Мы сегодня будем говорить об исламском государстве. В общем, исламское государство – это частный феномен, но за ним совершенно грандиозный феномен перемен в мусульманском мире, некие тренды мусульманского мира, которые влияют не только положение там, внутри него, но и вообще по всему миру. А самое главное, никто не знает, чем все это кончится. В этом, наверное, главная интрига. Спасибо всем, кто пришел. Мы продолжаем наши дискуссии на актуальные темы современной политики. Как так получается, что жизнь нам подбрасывает эти темы, просто не переставая. Вот уже сколько мы, скоро два года как этим занимаемся, еще ни разу не было такого за все это время, чтобы проблема возникла, о чем бы поговорить. Причем, если мы изначально брали какие-то события, какие-то явления конкретные, то чем дальше, тем больше становится понятно, что за каждым практически из этих явлений, которые нас окружают, вырисовывается какая-то очень масштабная, долгоиграющая, долгосрочная тенденция. И когда вот смотришь на эти события с этой точки зрения, то становится еще интереснее, хотя как-то все более пугающе. Сегодня мы решили поговорить, собственно, в начале мы хотели, еще пару месяцев собирались поговорить о феномене исламского государства, вот этого ИГИЛ. Но постепенно, вот пока мы это обсуждали и думали, стало понятно, что это не только данный конкретный феномен, но и часть некой общей тенденции. Поэтому сегодня в рамках лектории Совета по внешнеоборонной политике к нам пришли два наших очень добрых друга, товарища, авторы статей в нашем журнале, которые легко можно обнаружить на сайте за последние годы. Алексей Малошенко, член научного совета Московского центра Карнеги, замечательный востоковед, наш, еще раз повторю, любимый друг. И Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарных и политических исследований, один из моих любимых авторов на животрепещущую тему Украины, потому что не в каждом из экспертах по Украине в нынешние тяжелые времена сочетается понимание того, что там на самом деле происходит и того, как это вписывается в какие-то общие тенденции, выходящие далеко за рамки этой страны. А сочетание вот этих двух специалистов как раз, как я надеюсь, к концу разговора выведет нас от частного к общему. То есть мы докажем гипотезу о том, что ИГИЛ это, конечно, очень яркое и уникальное явление, но оно, к сожалению, является некой общей, что ли, индикатором некой общей тенденции, который и создает вызов тому государству, институту государства, к которому мы привыкли. Алексей, мы с тобой про ИГИЛ уже говорили однажды в эфире онлайн-ТВ, у нас программа была, было это, по-моему, два месяца назад. С тех пор многое развелось, потому что если мы, опять же, вот здесь собирались вначале говорить только про ИГИЛ, то с тех пор тот фейерверк событий, который происходит в Йемене, например, который, на мой непросвещенный взгляд, просто исчезает как государство, он показывает, до какой степени Ближний Восток вступил в период, так сказать, фундаментальной перекройки всего. ИГИЛ это что? Это будущее Ближнего Востока? Это новая форма государственности? – Ну, я тебе дам сразу заключение эксперта, Бог его знает. – Прекрасно. – Ну, в общем, так оно и есть, но вот очень правильно говоришь, что история нам подбрасывает. Но дело в том, что история нам подбрасывает последние, ну, наверное, пять тысяч лет, там чего-то, просто в разной форме, мы всегда всему удивляемся. Сейчас мы удивляемся ИГИЛу, когда-то мы удивлялись восстанию Спартака, до этого мы еще чему-то удивлялись, там, фараоном. Это самое нормальное свойство человека – удивляться тому, что он не понимает. А вот, знаете, есть такое мнение, что химия – это да, вот там какие-то термины. Физика – тяжелая штука. А историю – это каждый может понять, особенно сейчас на Первом канале телевидения. Ну, все все знают, все разбираются. Это, в общем, тоже наука, наука довольно противная, к тому же наука субъективная, наука крайне неточная. И вот, когда мне говорят про политологию, я вообще сомневаюсь, такая наука есть или нет, на какой-то носит описательный характер. Это я к чему говорю, к тому, что если вы ожидаете, что кто-то, или вот мы здесь собравшиеся, или еще кто-то выше рангом, вам разъяснит, что такое исламское государство, и вы уйдете полностью навсегда удовлетворенными, а если еще заодно расскажут, как его победить, а это сейчас самая модная тема, то, наверное, можно вот это мероприятие и не проводить. Действительно, очень много непонятно, и говорить, скажем, на уровне только фактов или событий, я бы не стал, это бесполезно, потому что и история, и политология – дело запутанное. Поэтому, наверное, можно говорить только в контексте тенденции. Значит, что такое, все-таки, давайте посмотрим шире, что такое ИГИЛ, вот это вот исламское государство, а заодно Боку-Харам в Нигерии, эти ребята, Ансар Аллах в Йемене, Аль-Каида, ну, был у нас такой иммарат Кавказа, но это липа, скорее, такая провокация. Ну, там, кто там еще? Исламское движение Узбекистана, ну, если поднапрячься, таких можно назвать, знаете, сколько. Что это такое? И конкретно ИГИЛ, поскольку мы его видим, мы его читаем. Это макушка айсберга или горы, а само явление называется исламинизм. И это не выдумки агрессоров американских, это не какие-то там сам чьи-то проськи, это феномен жесткий, тяжелый, но он присутствует во всем мусульманском мире, присутствует давно. Когда он возник? Ну, Бог его знает, наверное, после Второй мировой войны. Суть его в чем? Суть вот этого исламизма, а он называется ваххабизм, фундаментализм, салафизм, джихадизм, неофундаментализм, нативизм. Я посижу, я еще там, наверное, полтора десятка этих, вспомню словечек, но вообще-то исламизм. В чем его суть? В одно слово, но в два слова. Вот мусульманский мир, вот они освободились после войны, вот их много, тогда было почти миллиард, сам 700 миллионов тогда было, значит, но сейчас уже полтора миллиарда. Вот они освободились, кстати говоря, когда они освобождались, вот это национально-освободительное движение называлось, ну догадайтесь как, сам джихад. Вот то, чем сейчас пугают, а это было национальное движение, которое оружием, специалистами, бабками поддерживалось Советским Союзом. До сих пор волжили. Солдатские сигареты, которые когда-то стоили полдинара, они носят название муджахет. Так вот, значит, освобождается мусульманский мир от колониального ига, надо жить, развиваться и так далее, и так далее. Как развиваться? Ну люди темные, они видят СССР, коммунизм, они видят Запад. Значит, вот сам выбор. Или это, или это. Значит, они пытаются имитировать. За что-то платят деньги Европа, потом Америка, за что-то Советский Союз. Ничего не получается. Всё это разваливается к чёртовой матери, в зависимости от времени. Появляются национальные пути развития. Этих национальных путей развития в каждой точке по кочке. У Индонезии свой, у Малайзии свой, в этой Бангладеш, свой, но везде. А уж арабы тем более. Басистский социализм, арабский социализм, ливийский социализм, алжирский. Ну вот. Вот национальный путь развития. Кстати говоря, вот те, кто верят в национальный путь развития России, вот учтите, там это уже всё проходили арабы, и чем это кончилось. А в итоге получаются тупые, коррумпированные режимы, которые ни черта делать не могут. Воровать могут, деньги брать могут, естественно, то оттуда, то отсюда, а реформ-то нету. Или почти нету. И вот, значит, так, западная модель накрылась, коммунистическая накрылась, нет Советского Союза. Национальные модели выродились, чёрт знает во что. Газпром отдыхает. И куда бедному мусульманину податься? И вот тут возникает идея, а ислам-то, ребята? А давайте жить так, как нам завещал пророк Мухаммад. А пророк Мухаммад, это не Иисус Христос, простите. Это конкретный политик, и сам я считаю, что гениальный политик, который ислам создал, который создал прообраз исламского государства, во главу угла сопоставил идею исламской справедливости, попытался потом, потом это дальше пошло, там, исламскую экономику и так далее. Так почему бы не попробовать то, что пробовал сам пророк, вот эти идеи, которые ему дал не Карл Маркс, простите, а сам Всевышний? Ну, сам тут мы сидим, сам можем похохметь, можем, так сказать, посмеяться, ну, а поставьте себя на место людей, у которых всё провалилось. И вот появляется идея исламской альтернативы. Аль-Бедиль, аль-Ислами. Более-менее она реализуется, даже не реализуется, как бы вот выскакивает. Это иранская революция 78-79 года. Иран назывался как? Мусульманской Франции. Белая революция, шаха, ля-ля-та-паля, полный вперёд, всё накрылось. Когда к власти приходил хумени с этой исламской альтернативой, то все говорили, ой, батюшки, да он сумасшедший, это на полтора года. Иранцы, мини-юбки, шах. До сих пор исламская революция продолжается. А то, что было 80-е, 81-е год, сейчас он уйдёт, он сумасшедший, пе-пе-пе, там резня была, там садизм был, там было чёрт знает что, но уцелела же. Вот эта вот идея, давайте развиваться по исламскому пути. Вот этот вот исламизм, вот мы сейчас его и видим, и более того. Вот религия, нас очень любят говорить, о, христианство, ислам, буддизм там, или ещё что-то такое. Но давайте всё-таки сделаем упор не на сходстве, а на различиях, так интереснее жить. Из-за этого разговариваем. Ислам – самая обмерщённая, самая политизированная религия. Это не потому, что такие, глупые, плохие мусульмане. Нет, это было заложено изначально, потому что, как я говорил, Мухаммад был политиком, он, это социальная религия. Если почитать Коран внимательно и знать то, что происходило вокруг, там полно всего. Вот, например, сам, что такое диван? Вот сам диван, диван, вот ты вот на стуле сидишь, а есть диван. Первое значение в арабском – это список членов семей муджахедов ранних при Мухаммаде, которые пали на тропе джихада. Это можно назвать пайком, милостынью, а можно налогом в пользу пострадавших. Это где-то прописано ещё. А там чётко диван, вот этот он был, был лист, и вот туда, значит, это всё заносилось, и вот добыча им отдавалась. Это, самое что плохо, да это замечательно. И вот это идёт вот ещё с 7 века. Кстати говоря, ислам ведёт точку отсчёта 622 года. Вот исламизм. Видите, вот я говорю про пророка Мухаммада, про справедливость, я всё время возвращаюсь к идее самоисламского государства. А дальше идут разные хитрости. А исламское государство вообще может быть так вот, ну, сам долго объяснять, сам я не могу, я просто сам выскажу сам собственное мнение. Сам, конечно, нет. Нет его и не будет, потому что жить по шариату, так как предлагается, исламская экономика, это утопия. Это утопия. Вот когда там говоришь, сам где-нибудь, не знаю, в этом Каире, там, в этом Катаре, как-то это неудобно. Ну, вот, значит, вот такое сомнение проклятого европейца. Это как так, так, ну, не получится этого исламского государства ни у кого, ни у ирана шиитского, ни у саудовцев, ну, не будет работать. Но, что самое интересное, а борьба за него будет вечной. Потому что повторить Америку, Советский Союз или какой-нибудь сам дурацкую национальную модель, там, хочешь египетскую, хочешь, не знаю, бахраинскую, никогда не получится. И какая-то часть мусульман будет бороться за исламское государство. И это надо, товарищи, уважать. Даже если это нам неприятно, даже если, сам показывают, как рубят головы. Когда этих, вот эту публику, называют преступниками, что наши, что в Европе, это гангстеры, это гангстеры, которые присасываются вот к этой идеологии, которые присасываются к политизированному мусульманскому фанатизму. Это плохо? Это плохо. Религиозные фанатики, это плохо. Но они есть, были и будут. И чем дальше будут экономические и социальные проблемы, тем этот феномен будет продолжаться. Теперь смотрите дальше. Значит, ну, вот эту вот идею исламской альтернативы этого исламского государства поддерживают сотни миллионов мусульман. Сотни. Я, вот, поверьте мне, я уж не говорю про Ближний Восток. Да у нас в этом Дагестане там идет шариотизация. Где-то больше, где-то меньше. Он, Рамзан Кадыров, там все вообще построили исламское государство под крышей Путина. Вот, такого нет нигде. Вот. Значит, от чего все-таки головы это режут? Понимаете? Ведь, какие хорошие идеи-то? И справедливость, и справедливый правитель, и консультативный совет, и прекрасные законы шариа, ну, все замечательно, а головы режут. А режут, если так, опять же, все это попроще сказать, ну, да, во-первых, среди этого исламизма там тоже есть разные направления, там кто-то радикальный, кто-то такой, кто-то сякой. Так, вернемся к головам, поскольку это показывают. Значит, мы все, товарищи, хотим мусульманского государства. Мы исламисты, все. Но одни говорят, ребята, не будем торопиться. Общество должно дозреть, поумнеть, понять, что такое ислам, понять его сущность, познакомиться с шариатом, правильно прочесть Коран, научить этому, там, не знаю, сам, детей, еще кого-то. На это уйдут годы, на это уйдут поколения. Вот, например, сам Таджикская партия исламского возрождения, ее вождь, Мухеддин Кобери, он считает, что, ну, 50 лет, 100 лет, какая разница? Сам человечество-то будет жить, вот оно постепенно, не спеша, в рамках конституции, на выборах, и все придут к выводу, что исламское государство хорошо, и будем идти нормально. Это первое. Вторые говорят, такие полурадикалы, полуумеренные, ну, что же мы будем ждать-то, мы ведь тоже хотим, ну, давайте какие-то самунифестации проводить, ну, как-то надо за это дело бороться, потому что парламент коррумпирован, сделать мы ничего не можем, на нас гонение, ну, давайте поднажмем, там, может быть, машину можно поджечь где-то, можно демонстрацию, ну, в общем, можно как-то бороться, там, совместная мусульманская болотная площадь, например. Этих людей можно назвать или радикалами, или умеренными радикалами, но они безоружные, они просто хотят ускорить, я повторяю, я упрощаю, но зато, по-моему, понятно. Но есть радикалы, которые уже берутся за оружие, но тоже с ними можно договориться, там, в общем, есть варианты, это делают. А вот последние категории говорят, завтра исламское государство, а кто не с нами, вот тут-то мы всех и прирежем. И вы думаете, их мало? Вот то, что мы видим, феномен исламского государства, этого несчастного ИГИЛа, на границе Сирии и Ирака, это вот те самые, которые говорят, здесь и сейчас. И это не только там. Это по целой части, по разным частям нашей планеты. Мало того, что они этого исламского государства хотят немедленно, они готовы и сами за него умереть, и всех убить, у них еще есть очень интересный момент. Вот это все происходит на мусульманских землях, да? Вот мусульманский правитель, там какой-то сидит, лицемер, который там изменил, какой-нибудь там президент, генерал. Мы, конечно, его зарежем, понятно, убьем, выгоним, вот сейчас выгнали президента Ямена, вот если его поймают, его там на куски порежут, будет очень хорошо. Но они еще не это говорят. Они говорят, а вот те мусульмане, которые при нем жили, они тоже изменяли исламу, потому что они его терпели. И дети виноваты, потому что они уже воспитаны вот в этом вот забвении ислама. Поэтому мы всех под корень и пустим. Это абсолютно точно. В Алжире была совсем недавно, сам 1990 год, самгражданская война, 220-230 тысяч отрупов. Вот люди типа ИГИЛа, вот эти вот гаврики, они приходили в Алжирские деревни, а сам когда-то очень давно, в 70-е годы, вот был в этих деревнях, и вырезали всех под корень. Детей там, какая разница, кого? И заметьте, те, которые вырезали, это исключительно порядочные и честные люди. Почему? Потому что они это делали не из-за денег. Да, там были какие-то бандиты, конечно, но это мелочи. Они это делали сугубо для того, чтобы установить немедленно исламский строй, исламское государство. И отвечали они не перед какой-то там поганой конституцией или правительством, или еще какой-то хренью, а перед Аллахом. А если ты идешь по пути Аллаха, у тебя абсолютно развязаны руки. Это не бандиты. Бандит, ты там участкового вызвал, пулемет поставил, а вот как бороться с идеей, как бороться с этим фанатизмом, как бороться с абсолютно честным фанатиком, который и сам идет на смерть. И ради идеи, как Ленин еще хуже, значит, он готов все, что угодно, как? И, значит, следующий вопрос. Можно победить исламское государство? Ну, каждый день спрашивают. Ну, конечно, можно. Только, знаете, это как вот пузырь. Ты его вот тут сам задавишь, а он там выскочит. Он будет бегать. Афганистан, Бангладеш, Йемен, Нигерия, Судан, Ливия, Алжир, там, в Алжир, этот самый, как его сам, Египет, там братья мусульмане пришли к власти. И год сидели у власти. Если бы 15 лет тому назад кто-то кому-то бы сказал, что брат мусульманин будет президентом Египта, его бы просто послали в сумасшедший дом. Вот вам арабская весна, вот вам те тенденции, которые существуют. Ну, вся эта политологическая сам шушера, что в Америке, что у нас, когда кто-то говорил, а могут прийти братья мусульмане. Да ты же сам шо с ума сошел? Зато потом, когда Мухаммад Мурси, брат мусульманин, стал президентом, во-первых, он немедленно поехал в Сочи к Путину, а во-вторых, его тут же поддержали те же самые американцы, которые до этого говорили, ну, это сумасшедший дом, такого быть не может. Это к вопросу о том, что мы понимаем, кто понимает, и как жить-то. Вот арабская весна, вот ты знаешь, сам 2011 год. Ура, ура, там демократия, ну, полный рассвет вообще в ЭДНХ, не знаю, ну, все, что хотите. Когда предупреждали народ, слушайте, кончится ислам, а, ты ничего не понимаешь. Сейчас уже, сам другое время, другой мир, какой ислам? Это арабская весна за полгода превратилась в исламскую осень, а потом выдала нам исламское государство. И не потому, что это там какая-то американская провокация, это те тренды, которые шли внутри мусульманского общества. Они идут и будут идти, и поэтому, когда вот я очень часто слышу от своих коллег, это раковая опухоль, давайте это лечить, давайте там, не знаю, сам пить пилюли. Это части тела, это части тела исламской цивилизации. Они бывают со знаком плюс, со знаком минус. Сам простите меня, инквизиция христианская, которая там режала на куски, всех подряд сжигала. Это что, какое-то извращение? Это типичная тенденция в лоне христианской цивилизации. Вот такая она получилась, ребята. И уверяю вас, что и в христианстве тоже есть какие-то... Так, ты уже, по-моему, меня хочешь сам закруглять? Поэтому, с вашего позволения, с вашего позволения, я больше ничего говорить не буду, поскольку у меня нет ответа. Я вам описываю вот эти самые тенденции. Если вы мне сам будете настаивать, хорошо, вот дайте, как в Саудовской Аравии сам сотня самолетов, я это все там уничтожу. Но это выползет через 15-20 дней где-то по соседству. Как быть? Вот говорят там образование мусульманское, все мусульмане будут образованы. Сейчас разбежались. Вот те люди, фанатики, которые действуют и на Кавказе у нас, и в Центральной Азии, и в России, очень образованные. А все равно они радикалы, и все равно они говорят об исламском государстве, о Халипатии. Поэтому лучше бы ты меня не приглашал. Выхода нет. Бояться не надо. Я уже раскаиваюсь, особенно ты уже оскорбил всех политологов, историков, кого только можно. Нет, у меня, Леш, у меня один тогда в заключении вот этой вводной части один короткий вопрос и короткий ответ. Вот возвращаясь к заголовку вызов современного государства. те государства, которые были созданы на Ближнем Востоке, ну, после деколонизации в процессе, в 20 веке, они все, у них шансов нет, в той форме, как были. а нет другой формы, потому что я говорил, что вот это исламское государство, это утопия. Они будут мучительно, медленно и противно сам продвигаться по синтетическому пути. Они будут с моей точки зрения брать, может быть, даже за основу не свои традиции, а западные, конституции будут брать. Вот сам брать Бога, вот поймите меня правильно, они будут учиться демократии и сочетать ее с исламом, да, вот видите, как с исламом. Это болезненный процесс, который может давать обратный ход. Но представить себе Египет исламским государством навечно, мне не хватит никакой фантазии. Это будет сам синтез и без западного опыта никакие мусульмане никуда дальше не пойдут. Так, ну, это, видимо, должно обнадежить. Да, спасибо. Давайте переместимся поближе. Вот Алексей Всеволодович нехорошо нам высказался про национальную модель развития. Национальную модель развития, в принципе, много где пробовали. На Арабском Востоке там своя была специфика. Вот когда у нас огромная территория, которая была одной единой страной 25 лет назад сначала затрещала, а потом распалась, ну, в общем, строго говоря, тоже все, несмотря на то, что это так не называлось, но, в общем, все тоже двинулись по своим национальным моделям. Центральная Азия по одним моделям, там, Восточная Европа по другим, Россия вообще у нее национальная модель навечно. Мы, Владимир, мы какие-то параллели можем провести между вот, вот, сейчас очень стало часто принято говорить о том, что на Ближнем Востоке произошел конец так называемой системы САЭКС-ПИКО, когда вот границы, которые были расчерчены колонизаторами, вот они трещат, ну, трещат, не трещат, ладно, это, но у нас-то границы явно уже затрещали, уже даже не по административным, а уже и по другим. Может быть, мы в одной, где-то, в разном состоянии, но в одной фазе находимся? Ой, это, это еще сложнее, как это, да, мы все вместе, но не все знаем в каком, да, это я, это, это, это я точно уже усвоил, да, и я боюсь, что, как это, это место нам не очень нравится, нам нравится другое, но его нету, как сказал Алексей, что, как это, строительство исламского государства, это бесконечный процесс, который никогда не будет успешным, но будет продолжаться, пока есть сама по себе идея. Я, вот, у меня нет ответа на эти вопросы, Федор, я, как бы, вообще не люблю ответов, я люблю вопросы, и я думаю, что мы не должны сосредоточиваться на ответах, потому что ответ, на самом деле, предполагает некую статику, а мы находимся в ситуации, которая является, во-первых, динамической, во-вторых, принудительно динамичной, а в-третьих, я боюсь, что все правы, скрепы не работают, почему не работают скрепы, это отдельный вопрос, я, вот, написав большой-большой материал по этому поводу, мне кажется, что главный его недостаток был в том, что мне больше хотелось ответов, чем вопросов, а на самом деле нужно было ставить вопросы, нужно было нарабатывать исходную базу в большей степени, а ответов давать меньше, почему, вопрос, опять-таки, достаточно любопытный, мне кажется, что образ будущего исчезает, образ будущего, тот, который сплотил Европу, результатом чего был 75-й год и хельсинский документ, он исчез, а это очень важно, потому что все-таки мировая политика в какой-то достаточно долгий промежуток времени строилась в Европе, именно в Европе было основное идеологическое противостояние, именно казалось, что в Европе нарабатывается модель государства как такового и успешного государства как такового, Соединенные Штаты осуществляли над этим общий, частный и постоянный контроль, но ведь они осуществляли его с некоторой высоты, а находились внутри этого всего мы все, и казалось бы, что это ответ, а прошло какое-то время и начало казаться, что это не ответ, потом в этом появилась полная уверенность, теперь мы находимся, как сказал Федор, в разных, в одной фазе, но в разных ее частях, что происходит, почему государства перестают удовлетворять, но ведь государства всегда переставали удовлетворять, ведь государства распадались часто, очень драматически, распад Советского Союза, при том, что мы его все пережили, те, кто, а некоторые, как я, переживали его в гуще событий и вовсе не в Москве, это было достаточно любопытно, это дало достаточно длинный шлейф как бы или заряд впечатлений на оставшуюся жизнь, потому что то, к чему ты был привычен, то, что ты считал в определенной степени нерушимым, постоянным, оно просто перестало существовать, я могу себя процитировать, когда я первого, когда был восьмого, да, или первого, я все путаю, декабря девяносто первого года, я сказал, что я до этого момента Советский Союз защищал, после этого я его восстанавливать никогда не буду, что умерло, то умерло, и восстанавливать умершие государства нельзя, никто не пытается восстановить Австро-Венгрию, это было не худшее из государств, но оно умерло, умерло в гораздо больших муках, чем Советский Союз, при том, что нам эта ситуация ближе, та дальше, но она состоялась, умерли очень многие другие государства, границы в Европе поменялись даже у тех государств, которые не умерли, которые сейчас благополучно являются членами единой европейской семьи, и границы эти менялись с огромной огромной кровью, по местным европейским опять-таки масштабам, поэтому говорить о том, что процесс изменения государственных границ когда-то можно было остановить, на мой взгляд, это неправильно, его никогда нельзя было остановить, его остановила холодная война в том приложении, не сама по себе холодная война, а именно в том приложении, которое мы видим, а именно монополия двух стран на принятие большинства политических решений в мире заставляла всех быть очень осторожными и заставляла подходить к вопросу пересмотра границ еще более осторожным, но сейчас эта энергия высвободилась, эту энергию нельзя просто так взять, как сказал Алексей, положить обратно и сказать, мы ее сейчас канализируем или утилизируем, кому что больше нравится, эту энергию не утилизировать и не канализировать, мы в прошлом году обсуждали приложение или последствия как больше нравится шотландского референдума, но мы ведь их видим уже сейчас, рейтинг шотландской народной партии за это время вырос на 20%, это значит, что шотландцы в целом считают, что они и тогда были за независимость, просто различными примочками, что называется, их обманули и задержали тот вектор развития, который им казался уже и тогда правильным, они не видят общего государства, они сейчас уже не видят общего государства с Англией, для них это скорее пройденный этап, потому что они считают, что если литовцы могут быть независимы, почему не могут быть шотландцы, чем шотландцы хуже, на мой взгляд лучше и в общем история показывает, что это действительно так и есть, во всяком случае потому, какой вклад внесла Шотландия в историю Европы, она в общем больше как-то заслуживает права на независимость, а ведь этот процесс нельзя остановить Шотландии, сказать шотландцам можно, а всем остальным нельзя, ну да, они так и разогнались и сразу подумали, что есть такая вот сила, которая способна остановить все на Шотландии, не получится, это вопрос номер один и он мне кажется очень важным, у этого вопроса нет ответа, но он есть как вопрос, этот процесс никогда не начинался и никогда не остановится, этот процесс будет идти всегда и он не будет ограничиваться исламским миром, христианским миром или каким-либо другим миром, Южный Судан как кандидат на независимость, ну как бы ни из чего не вытекает, ну да, там в основном христиане, и что, ну значит все бирелигиозные государства должны распасться на две части, ну это очень интересная постановка вопроса, тогда надо начинать с Боснии, ее надо сразу распадать на три части, чтобы у каждой из боснийских религиозных общин было свое государство, ну тогда значит это такой процесс, но ведь в Боснии почему-то никто по этому пути не идет, наоборот, говорят, что государство должно быть общим, единым, цельным, ну а в Южном Судане оно наоборот должно распасться по религиозному признаку, что-то в этом не катит. Вопрос с исламом, вопрос тоже очень интересный, мне кажется, что ситуация в Египте, она сама по себе заслуживает отдельного внимания, в Египте произошел безусловный сдвиг в сторону исламизации при голосовании, и когда я как не специалист по исламу, человек, который в нем вообще ничего не понимает, и в Ближнем Востоке я тоже ничего не понимаю, когда я начал за этим следить, я понял, что еще не было ни одних выборов как таковых, которые бы проходили в рамках суверенного государства с преобладающим исламским населением в Северной Африке или на Ближнем Востоке в Передней Азии, где исламский вектор не побеждал бы. Это к тому, о чем говорит Алексей, ислам уже есть сам по себе политика. Предположить, что в исламском или протоисламском или просто государстве с большинством исламского населения, которое позиционирует себя как государство преобладающего исламского населения, победит не исламская партия, я такого не видел. Алексей, есть такой? Нет такого. Это и есть главный феномен. А почему? Собственно, в Египте и тогда большинство элиты было против исламизации. Оно и сейчас против исламизации. Хорошо, что в Египте нашлось достаточно твердое и тяжелое антиисламское ядро, ориентированное на военных. И это ядро просто разломало эту машину братьев-мусульман. Опять-таки, с кровью, с большим количеством убитых. Оно ее просто разломало по кусочку, потому что могло себе позволить это сделать. В Ираке таким человеком был Саддам Хусейн. Как бы мы его не любили, он был таким человеком, и он разламывал эту мусульманскую машину, потому что она ему мешала жить. С тех пор, как Саддама Хусейна не стало, разламывать исламскую машину в Ираке стало некому. То же самое произошло и в Йемене, если мы помним, Южный Йемен со столицей в Адане, был центром левых арабских идей, был на полной поддержке Советского Союза. Советский Союз там проверял свои идеи, но где же оно все сейчас. На самом деле это могло существовать только в рамках того мира. В рамках этого мира этой возможности уже не существует, а следовательно движение будет опять-таки как сказал Алексей идти вперед, оно будет идти несмотря и вопреки, но оно будет и будет оно очень и очень неприятным. И это второй вопрос. Этот вопрос означает, что никаких успешных методов арабской весны никогда не существовало. Это все чистые измышления, и измышления о демократическом управляемом умеренном исламе, это из сценариев государственного департамента, который считал, что если он написал такой сценарий и там все сходится, то его можно реализовать на практике. Практику мы видим сейчас. Она высвободила энергию, но как ее загрузить обратно, собственно говоря, я думаю, что есть большие проблемы и у авторов этих сценариев. Какие сценарии будут сейчас, какие можно реализовать, это третий вопрос, потому что этого, вот опять-таки Алексей об этом говорил, этого никто не знает, что можно сейчас реализовать, потому что совершенно непонятно, кто является и объектом, и субъектом реализации этих программ. Что можно сделать в Ираке без Хусейна, собственно говоря, уже понятно, там можно сделать ИГИЛ посередине, курдов на севере и шиитов на юге. Если такая конструкция работает, значит, Ирак нужно делить, и создание трех государств на месте Ирака, это меньше из зол, чем пытаться сохранить его как субъект международного права в нынешней границе. То же самое касается и Афганистана. Войска в Таджикистане приведены в боевую готовность, они постоянно ждут провокации со стороны той части границы, где живут те же самые узбеки и те же самые таджики. И, собственно говоря, лучше может быть Афганистану тоже прекратить свое существование. Мы помним, как в прошлом году проходили выборы в Афганистане президента. И после выборов президента Соединенным Штатам долго пришлось мирить двух главных конкурентов, и, собственно говоря, они просто создали Думу Вират. Каким и насколько управляемым может быть такой Афганистан, кто за него будет брать ответственность, опять-таки это вопрос и ответа на него я тоже не знаю. Поэтому коротко заканчивая, история пришла в движение на наших глазах. Еще несколько лет казалось, что все будет спокойнее и, возможно, менее драматично. Сейчас так уже не кажется. Сейчас все это будет двигаться вперед, с какой скоростью это вопрос. А что касается приложений, то приложения местами могут быть достаточно драматическими. И главное, что не наработаны методы работы в таких условиях, не наработана система подхода к тому, что можно назвать взаимоприемлемыми методами решения возникающих проблем. У меня в связи с этим сразу возник вопрос, который в большей степени относится не к исламскому миру, не к Ближнему Востоку, а к остальному. Кстати, по поводу выборов в Афганистане мне лично гораздо больше понравились не последние выборы, а предпоследние. Когда провели первый тур, так все как-то мутно получилось, а потом решили второй вообще не проводить от греха. И правильно сделали, вообще говоря. Ну вот будем считать, что в первом победил. У меня вопрос в связи с тем, что вы сказали по поводу того, что история вот этот процесс никогда не начинался и никогда не закончился. А где вот та структурная единица, мелкая самая, до которой или наоборот с которой можно отсчитывать? Вот какие сообщества, не знаю, этнические, еще какие-то, кто будет само, кто имеет возможность право самоопределиться? До каких, так сказать, мелких осколков, что ли, вот нынешних государств это может дойти? Это и в связи с этим тоже. Мы когда-то все были марксистами, в смысле учили Маркса и все. экономическая состоятельность, она вообще требуется государству или на самом деле уже нет? Первое, в борьбе обретешь ты право свое. СРовский лозунг. То есть гагаузы тоже могут в принципе. Например, например. Why not? На самом деле создание Рады Южной Бессарабии показывает, что протестный потенциал в регионе настолько обширен, что он просто хочет всех послать. Ему надоели молдаване, ему надоели украинцы, ему вообще все надоело. Собственно, достаточно перспективный с экономической точки зрения, это часть ответа на второй вопрос регион, не может сам решать свою судьбу? А он, вот если ему дать возможность решать свою судьбу... Выход к морю, выход к Дунаю, почему нет? Вот почему-то не всегда получается. Сколько примеров стран, которые... Ну вот, прошу прощения, Украина, это же вообще не страна, а подарок, на самом деле. Почему все, а куда все делось-то? Видимо, одной экономической базы недостаточно? Экономической базы недостаточно. Этим людям скорее достаточно экономической базы, они ее даже умудрились не потерять в украинский период. Если взять измаильские, ремейские порты, они вели себя хорошо, они были инвестиционно привлекательными, транспортировка украинских грузов по Дунаю, она была перспективным экономическим начинанием. Это такой вопрос. Что касается перспектив государства в Южной Бессарабии, то не дай бог, я не говорил, что я за, я просто конкретно привел факт. Дело в том, что экономическая привлекательность государств это вопрос очень спорный. Когда литовцы говорят о том, что у них ныне замечательное государство, из которого уехало 35-40% людей, это говорит о том, что критериев не существует. Возможно, для литовской элиты и государство сейчас успешное, но для тех, кто уехал в Шотландию и Ирландию на заработки, наверное, нет. Это вопрос того, что литовская экономика никого не интересует в рамках того регионального объединения, в котором она существует. Собственно, что будет с экономикой Мальты через 50 лет в Брюсселе, в Берлине, в Париже совершенно безразлично. Экономика Мальты не является сколь-нибудь напряженным фактором для будущего Евросоюза. Поэтому говорить о том, что такое экономический критерий, это достаточно сложно, потому что речь идет все-таки не о полностью субъектных государствах. Собственно, Андорра же не является членом Евросоюза. Сан-Марина тоже не является. Значит, они не полностью независимые государства. Хотя, вроде бы, они и независимые государства. Но точно так же и Литва это не полностью независимое сейчас государство. За него, безусловно, кто-то берет экономическую ответственность. Но не за 4 миллиона людей почти, что как это было в советское время, а за 2,5. Значит, в Литве будет 2,5 миллиона человек. Тоже можно жить и тоже иметь такой же голос в Евросоюзе. То есть, иными словами, я правильно понимаю, что ключевой вопрос это драйв. Драйв есть, можешь отстоять, значит, будет у тебя нечто. Государственность или протогосударственность. Да, вот на самом деле, это, я, наверное, не буду долго приводить, вот, по-моему, 19-го числа, да, или 18-го, были выборы в провинции Голландии, в голландские провинции. Количество региональных партий, которые представлены в провинциях, увеличилось больше, чем в два раза. То есть, не количество, а количество депутатов больше, чем в два раза. очень, количество партий увеличилось, наверное, с двух до семи или даже до восьми. Это тоже показатель. И это показатель, опять-таки, того, что это пришло, во-первых, в движение, во-вторых, общее будущее незаметно. У каждого в такой ситуации появляется иллюзия, что его отдельное будущее лучше, чем общее будущее. А дальше уже драйв. Понятно. Леш, а вот с драйвом на Ближний Востоек всегда было хорошо. Тут вот не отнимешь. А там-то вот это дробление. Ведь исламское государство, оно как бы, наоборот, объединяющее в идеале. Оно же не делит там. Наоборот, все должны быть жить по каким-то общим законам. Границ нету. Куда это будет дробиться, не будет дробиться? Во-первых, пока сейчас это действительно уникальный феномен, когда эти ребята создали нечто трансграничное. это не Афганистан, где все было в общем, на моно такой. Не скажу на моноэтнической почве, но там все-таки были эти самые пуштоны, а все остальные уже крутились вокруг них. Вот, тут этого нет, тут вообще непонятно что. Прекрасный лозунг исламского государства, но, понимаете, пока что играют в ничью. Они очень хотели поставить границы, они там хотели какую-то систему создать, социальную, они даже валюту хотели печатать. Но, понимаете, какая вещь, еще же есть национальные государства, есть Иссирия, есть Ирак, и вот тут действительно возникают проблемы. Это первое. Второе, я когда говорил о том, что эту исламскую альтернативу поддерживают мусульмане, это не значит, что они ее все поддерживают. Какая-то часть, какой-то драйв, они за это выходят бороться. Но есть сам люди, я бы сказал, более, назовем их, умеренные. Когда им предлагают шариат, если вы думаете, что все мусульмане от этого в восторге, вы глубоко заблуждаетесь, что у нас на Кавказе, что повсюду. Какая-то часть, да, может быть, 20%, 30%, 40%, 50%, но уже получается вот вокруг вот этой проблемой, то есть вокруг как бы государственного законодательного ядра, вокруг его самолегитимности. Кто-то хочет, а кто-то нет. А чистого эксперимента мы пока что не получаем из-за Сирии, во-первых, где идет война, и из-за Ирака. Если на секунду представить, что в Сирии все нормально, так, как было раньше, а Ирак цел, вот тогда было бы очень любопытно посмотреть, насколько бы это государство было привлекательным и успешным. Потому что сейчас там вот точка отсчета-то идет и политическая, и социальные справедливости. вот того сумасшедшего дома, который вокруг. И действительно получается, что уж лучше я буду с исламской альтернативой, которая может меня и вывезет куда-нибудь, чем я буду там с Башаром, или я буду в этом Ираке, где вообще там происходит неизвестно что. поэтому, поэтому опять же, когда мы говорим, а что делать с этим исламским государством, в чистом виде, вот так вот, знаете, там поставить сам каменную стену, там накормить их всех, напоить, чтобы они хорошо жили, или наоборот посыпать дустом, чтобы они все там умерли. Это невозможно, это абсурдно, потому что это часть Ближнего Востока, где проходит граница, ведь вы посмотрите, вот какие-то есть материалы об исламском государстве, все колеблется в пределах на порядок. То там сам муджахедов 12 тысяч, то 32, то 50, то 60, то там воюет сам граждан России 300, то полторы тысячи, то две тысячи, то три тысячи, то пять тысяч, там пойди разберись, то граница проходит по этому городу, то граница проходит по этому городу, то вдруг выясняется, что они получают в день до миллиона долларов от нефти, потом выясняется, что они получают 30, миллионов долларов в день, потом кто-то говорит, что они вообще ничего не получают. Вот посмотрите, а что пишут? И все ссылаются на какие-то источники, а источники, это ведь, откуда они берутся? Кто-то куда-то поехал, увидел какого-то генерала с тремя звездами арабского, сам особенно, сам есть вон в отставке, это интересно, он тебе, сам он там тебе может такого наговорить, что просто, ну будешь в восторге. Потом ты переходишь из ряда в ряд, там еще одно кресло, там сидит полковник, который еще воюет. Он говорит, да это все ерунда, он все врет, ему хочется. Вот отсюда берется вся эта информация. И люди не то чтобы врут, вот сознательно, а фантазируют. А фантазия – это самое опасное, потому что на вранье можно поймать. Когда он искренне фантазирует, и особенно если он при этом говорит, а моя сестра жила в этой деревне, она видела, как туда вошли, не знаю, китайские танки. И дальше идет, 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 идет. ну вот, это не потому, что вот, сейчас я не хочу ругать ни политологов, ни журналистов. Мы попали в такие обстоятельства. Если к этому добавить сам интернет, то за работу в интернете по поводу ИГИЛа надо давать молоко. Потому что сам то, что там, я сам, я говорю вот только там по-русски, по-английски, по-французски. Когда ты заходишь в арабский, но есть такие замечательные сайты, то вообще получается, что ИГИЛа же в Москве. И все это убедительно, с цитатами, чтобы, ну, вот, сам, я думаю, что сам кто-то помнит, в 96-м году, когда талибы захватили власть в Кабуле, то был замечательный фотомонтаж. Не то в независимой, не то в правде, не помню где. Талибы на Красной площади перед Мавзолимом. Монтаж был великолепный, и кто-то поверил. На первой полосе. Ну, что делать? Вот так вот. А вот по поводу, ну, там, то, что мы живем в каком-то совершенно параллельном мире, это, там и много есть свидетельств и доказательств. Вот все-таки по поводу границ. Да, понятно, что все попытки в ходе конфликта, который, видим, будет очень долгим, зафиксировать границы невозможно. Это мне вопрос по поводу границ на Ближнем Востоке? Значит, просто нет, секундочку, я хочу спросить конкретно, а вот люди, вот идеологи исламского государства, халиф Аль-Багдаде, который себя так назвал, он знает те границы, которые он для себя рисует, что он хочет. А там нет границ, извини меня, там все очень просто. Есть халифат, он начинается с этого стола, а потом весь мир будет. Что? Вот это я и хочу, а почему весь мир-то? А потому что ислам это последняя самая совершенная религия. Мухаммад последний пророк и печать пророков. И все люди в конечном счете должны принять самый совершенный монотеизм. А почему бы и нет? То есть, Соединенные Штаты в идеале в конечном итоге должны быть мусульманской страной. Все должны быть? Это вопрос времени. Я-то не будучи естественно специалистом, мне казалось, или может быть это как раз отличие исламского государства, что все-таки те люди, которые под исламскими лозунгами осуществляли всякую роду деятельность, в том числе насильственную на Ближнем Востоке все эти годы и там десятилетия, у них все-таки были какие-то представления о своей земле, с которой они хотят выгнать кого-то. Очень хороший вопрос. Понимаешь, тут двойное дно. Когда мы говорим о тех же братьях-мусульманах, например, есть египетские братья-мусульмане, есть сирийские, есть иорданские, есть аравийские, есть алжирские, все братья-мусульмане, каждый борется у себя на месте, но все вместе они делают одно большое общее дело. А братья-мусульмане есть помимо этого. Турция, Азербайджан, Центральная Азия, наш Кавказ и пошло-поехало. Там они борются за национальное исламское возрождение. Но главная эта идея вот именно вот эта ведь, ведь ты посмотри, как в седьмой век вот ислам распространялся. Вот это было идеальное, это было не завоевание по-арабски, это называлось футухат, открытие земель. И они дошли до юга Франции, а там до Тихого океана. Ну, вот тебе что-то. Некоторые хотят повторить. Они прошли Сахару. Прошли Сахару, по берегу прошли, они все прошли. Это ведь очень важный вопрос. Я всегда этому удивлялся. В детстве они прошли Сахару. Так, ну, если так, то тогда то, что мы на верблюдах вынесли в заголовок, это же, ну, ответ есть. То есть, тогда в идеале это не просто вызов современному государству, это угроза существования их вообще, в принципе. В принципе, вот очень правильно вы сами говорили. Вы знаете, я очень уважаю государство, но из него нельзя делать абсолютно. Посмотрите, ну, я просто сам люблю карты, у меня разные карты висят там с 19 века дома и так далее. У всякого сумасшедшего. Ну, все поменялось, понимаете, ну, абсолютно все, но нет таких стран. Нет, народов нет таких. И бояться этого и все время за что-то цепляться, вот давайте вот только так, там какая-нибудь или ялтинская система или там еще что-нибудь. Ну, не получится, мир развивается, это плохо, это тяжело. Но надо признать, что есть какие-то, вот, про Шотландию, ну, казалось бы, ну, и честно, Шотландия, но я не знаю, это хорошо или плохо, но это неизбежно. Это никак. Это никак, правильно, это неизбежно. А если мы посмотрим на карту Ближнего Востока, я не представляю, как она будет выглядеть через даже год. Будет Ирак, не будет Ирак, будут курды, не будут курды, будет Йемен, не будет Йемен, что будет с этим исламским государством, где там, в Израиле будут, как границы фиксироваться, сам Ливан, толцелет, между прочим, а Ливия, которая вот-вот должна развалиться, на три части опять с Амкиринаика, с Афициан и Триполитания. Это что? Это вот, ну вот так получается по жизни. А если мы посмотрим на карту 15-летней давности, то границы были искусственными. А если мы посмотрим еще подальше, там вообще была Османская империя, и всем было хорошо. Потом она развалилась, мы получили то, что получили, потом было соглашение Сайкс Пико, который ты упоминала, и которого почему-то все боятся. А до этого была Индия общая, там и Бангладеш, и Пакистан, а сейчас посмотреть на этот сумасшедший дом. Ну, как вспоминает один мой знакомый, который в командировку во Львов ездил в 70-е годы и на футбольном матче видел лозунг «Как Бангладеш можно, а как нам нет». Вот, это когда восточный Пакистан стал Бангладеш. У меня вопрос немножко соседний. Вот, если исламское государство, ну, хорошо, я понял, что это некая утопия, хотя это утопия, которую всегда будут реализовывать, и всегда... Ну да, ну да, получилось много чего интересного. А вот, еще одна утопия ли или нет, которая реализуется сегодня, называется Европейский Союз, и утопичность или может быть нет, заключается в том, что ведь принцип европейской интеграции на продвинутой особенно ее фазе, это то, что границы, не то чтобы они исчезают, но они меняют сущность свою. Это уже не те границы, это не забор, не преграда, но это некая условность. И вот, если так, то, собственно, какая разница, Шотландия, часть, не часть, ну и так далее, или там, это самое, Фландрия. Вот мы что сейчас... Многие говорят о том, что эта идея великолепная, красивая и великая идея, на самом деле, 20 века, европейская интеграция, которую запустили люди, вот уж кому надо было давать Нобелевскую премию мира, так это Жанну Манне, конечно же, и то, что Европейский Союз получил эту премию тогда, когда он начал, буквально, так сказать, трещать по швам, это такая ирония истории. Но, тем не менее, вот мы что, видим крах этой утопии, или это просто трудности роста, они еще, так сказать, встанут на ноги? Я думаю, что это, конечно, трудности роста. Вопрос трудности роста иногда приводит к краху, иногда не приводит. А почему границы неусловны? Именно потому, что в Барселоне считают, что в Бангладеш можно, а нам нет, поэтому они неусловны. Они очень даже, Барселона не считает Мадрид своей столицей, но вынуждена с этим соглашаться. А я думаю, что европейская семья, в которой Барселона не является одной из столиц, это что-то обедненное. Она является европейской столицей, но не является. Это вопрос подходов. Вопрос подходов заключается в том, что если мы видим Европейский союз с союзом государств, то он обречен. Если мы видим Европейский союз как федерацию государств и союз народов, у него есть перспектива. Но перейти на вторую формулу очень трудно. Во-первых, потому что очень многие не хотят. Собственно, почему литовцы должны хотеть куда-то переходить? Они получили все, что они могли получить, ничего при этом не делая. Это очень хорошая формула. Все довольны. Как бы мы теперь будем устроить поляков у себя и русских будем строить. Пусть не построится. Мы им такое покажем. И никто им не моги слово сказать, потому что это слабое место. А вдруг оно посыпется? Оно же так сыпется регулярно. Мы можем это протестировать на практике. Отставка Паксоса, уголовные дела против Успаскова и Полецкеса это элемент того, что система сыпется. Она не может так существовать. Но с другой стороны она не может существовать и по-другому. Это и есть трудность роста. Когда систему нельзя перестроить и нельзя оставить. Вопрос в том, что для этого нужны безусловно харизматичные лидеры. Но мы видим, что юнкеру не так легко это достается. Просто потому, что почти все отказываются ему на то выдавать мандат, кроме Германии. Германия ему мандат выдает, но на этом месте все и останавливается. А во-вторых, как бы теперь появился враг. И против врага нужно быть единым. А те, кто против, они, конечно, уже сразу записываются и отправляются в расстрельный подвал. И это, конечно, тоже очень сильно сдерживает рост. Евросоюз мог бы развиваться только в рамках, не обязательно хороших, но обязательно в какой-то степени партнерских отношений с Россией, потому что это гарантирует ему безопасность роста. Евросоюз мог бы расти, если бы Россия гарантировала ему совершенно комфортную ситуацию с этой стороны. А теперь комфортной ситуации не будет. Это, я думаю, тема для отдельного нашего, может быть, каких-нибудь посиделок следующих, потому что то, что происходит с Европой, это дико интересно. Я сейчас провел довольно длительное время, несколько недель в Германии, наблюдая за трансформацией прежде всего этой страны. И надо сказать, что происходят вещи, которые мы пока мало фиксируем, но они фундаментальны. То есть это изменение самоощущения Германии, которое, ну, если можно сказать, закрывает страницу 20 века. То есть немцы, этого никто не скажет из германских политиков и даже, так сказать, обычных собеседников, но немцы, по сути дела, считают, что они уже за все заплатили. Одна моя знакомая говорит по этому поводу, что мы ждем Четвертый рейх. Ну, это вот та самая, значит, гипербола, которая, неправда, Четвертого рейха не будет. Хотя, хотя, в Европе многие с ужасом, ну, вот, сегодня у нас в гостях выдающийся деятель современности Алексис Ципрос, премьер-министр Греции, который приехал в Россию, чтобы попугать Германию якобы тем, что он куда-то может повернуться. Но, как бы то ни было, Европа, Европа будет меняться прежде, начиная с Германии, потому что это единственная страна сегодня, которая дееспособна по-настоящему во всех... Полносубъектная. Ну, почти полносубъектная. Она боится стать полносубъектной, но да, она ближе всех к этому. И, конечно, что будет с этой Европой дальше, это очень большое... Это просто дико интересно, но я совершенно согласен с тем, что сказал Влад, потому что, мне кажется, вот величие идеи евросою... вернее, европейской интеграции, какой она была в середине 20 века, и почему она была успешной, потому что, на самом деле, она тоже предусматривала движение только вперед. и попытка принять европейскую конституцию, которая в начале двухтысячных, в середине двухтысячных годов, которая делала шаг к тому, чтобы суверенитеты реально как бы преодолевались. Она была... Ну, вот это федерализация Европы, и она... И ровно там они и споткнулись, потому что выяснилось, что сопротивление материала выше, чем возможности этого. То, что формальным поводом для этого стали какие-то там типа того, что французам надоел Ширак, и они проголосовали не против конституции, а против него. Это неважно. История выбирает своим инструментом то, что у нее под руками. И вот с момента, когда вот это однонаправленное линейное движение закончилось, вот тут действительно возникает вопрос, а куда, куда, собственно, дальше. У меня последний вопрос, прежде чем мы перейдем к более широкой беседе, последний вопрос к обоим собеседникам. вообще, то есть мы уже поняли, что ни начала, ни конца нет, что конца истории не бывает, что это все будет развиваться естественным путем. Мы здесь сосредоточились вот на, ну, на нашей, что ли, более, более близкой нам части мира, потому что Ближний Восток, он потому и называется ближним, что всегда воспринимался как часть этого мира. между тем, Азия, та Азия, Дальняя Азия, Дальний Восток, кажется, дает другие примеры, или это только кажется. Вот, вот то, что Китай планомерно развивается, и самое главное, вроде бы успешно обходит вот все те вызовы и рогатки, которые ставит современный мир, и где, на котором спотыкается Ближний Восток, Россия, постсоветское пространство, Европа и так далее. Может быть, свет оттуда придет уже теперь? Как, Леш? Свет не придет ниоткуда. Если он придет оттуда, то это будет китайский фонарик. Понимаете? Он красивый. Очень красивый, да. Вот, знаете, вот интересно, сейчас я был в Корее, там была довольно любопытная конференция по поводу Ближнего Востока. Ребята пригласили местные, там был какой-то очень такой высокий уровень, они пригласили арабов, они пригласили иранцев, они пригласили, там был китаец, был японец, о чем шла речь? Ну, примерно то, о чем вот сейчас мы говорим, только там был другой подтекст, а деньги туда можно вкладывать или нет? И когда, значит, в приватных беседах попытались выяснить, а какие деньги, сумасшедшие деньги, сумасшедшие деньги. И потом вдруг выясняется, что китайцы в Бухоли, в Афганистан, боюсь соврать, но только в эту медную руду, по-моему, 2,4 миллиарда долларов, не юаней, заметьте, что китайцы так работают по Судану, а теперь уже и по Сомали, что у китайцев есть интересы даже в Йемене, о чем мы вообще никогда не знали. Вот что, я считаю, вот у китайцев хорошо поставили, на самом деле вещи. Они очень правильно себя оценивают. Против них никто никогда не попрет, потому что их считают цунами. Вот волна идет, и кто ты там будешь, тем не имеет значения. У них есть только один проблемный фактор, это ислам. Я раньше думал, что они это преувеличивают, что это такая игра, но потом так по жизни вышло, что я проехал этот самый весь их мусульманский синьцзян, это безумно интересно, но они боятся вот тех уйгуров, мусульман, которые там живут. Вот представьте себе, огромный Китай, огромнейший Китай, который бурно развивается, а вот этого они реально боятся. И там целая политика на этот счет идет. Это первое. Они идут как волны, как цунами, но они понимают, где возможны проблемы. И второе, это поразительно, я не китайист, у меня такое ощущение, скажем, китайцы действительно планируют не на 5, не на 10, а на 100 лет, на 200 лет. Вот, наверное, такая китайская философия. И когда вдруг начинаешь это даже не осознавать, а чувствовать, то немного страшно становится, потому что есть китайские планы до 2100 года. И вроде кажется, что это шутка. Ну, знаете, как там наши 5 лет? Нет. Вот как они план поставили 20 лет тому назад, и по пунктам это выполняется. Поэтому китайская машина, это действительно другая цивилизация, это совершенно другое мировоззрение, несмотря на то, что кажется, да, там, две руки, две ноги, одна голова, то же самое. Нет. Вот это удивительное ощущение, что это достойно уважения, это можно любить, этого можно бояться, но это, я подчеркиваю, что это самое восприятие, это что-то совсем другое. И вот это другое двигается, вот, насчет света. И оно двигается вот так вот. Оно не лезет в эти политические интриги в Таджикистане, каком-то там еще, нет, их не волнует. Они уже на нас глядят, особенно поколение сорокалетних, как на младшую сестру. Те, которые там еще представили, родились, ум, советские, там, для молодых, в России, ну, Россия, Италия какая-нибудь там, еще кто-нибудь, Камбоджа. Нет вот этого, это тут у нас. И поэтому вот когда сейчас там подписываются какие-то договоры, соглашения, всегда можно найти в первую очередь китайский интерес, китайский. Если он совпадает, хорошо. И с этой точки зрения с Китаем сотрудничать, иметь дело с китайцами, американцы уже на этом обожглись и сильно, на этом все обжигаются. Это открытие нового мира. Слушайте, но ведь в 50-м каком-то в 69-м году еще бегали Хунвейбин. Сам кто помнит. Был анекдот, что Китай собирается воевать с Советским Союзом. Сам Линьбяо приходит к Мао и говорит, на левом фланге 300 миллионов, на правом фланге 300 миллионов, а посередине танки. Мао говорит, как, все сразу? Нет, сначала один, потом второй. Ну, вот так мы к ним относились. А теперь поезжайте посмотрите. Ну, да, я согласен, что сотрудничество с Китаем это действительно новое открытие, но с другой стороны деваться некуда. И дело не в том, что мы с Западом ссоримся, не ссоримся, Китай уже абсолютно отдельный фактор. Алексей, а в 50-е годы, 60-е годы при Хунвейбинах китайцы тоже на 100 лет планировали? Очень хороший вопрос. Там шла такая драчка, но там уже тогда был Дэн Сяопин, который, а у нас, вот они говорят, между прочим, это любимая китайская присказка, вам бы нашего Дэна Сяопина, Джо Уэн Лай он тоже был. Ну, в общем, бог с ним, он был, был, потому что Люша, они там раздавали, вообще бог с ними. Но уже был Дэн, и у них вот это была китайская традиция. Вы знаете, когда эти Хунвейбины пошли ломать храмы и все прочее, там очень много поломано, но там есть несколько мест, где этих храмов ну, там тысячи, что-то невероятное. Но революция, ура, ура, там Дави Мухамора полный вперед, Мао вызвал войска и всех Хунвейбинов, которые прибежали громить храмы, просто-напросто постреляли. Это уж потом стало известно. Вот сам так они берегут традицию. Да, они ей крутят, они ее используют, они ее унижали, но когда дело доходило до совсем серьезных вещей, Мао, полоумный Мао, который мечтал о мировой революции, он вызывал войска. Это интересный опыт. Мне все-таки кажется, что вот, как я вижу эту формулу, Китай обходит эти проблемы, пока успешно развивается. А развитие не всегда бывает одинаково успешным, и мировая конъюнктура обязательно делает зигзаги, об этом нам говорит закон неравномерного развития. Китай в нужное время пришел в нужное место, но это место не может всегда быть похожим на нынешний Китай. Китаю тоже придется меняться, Китаю придется менять свою экономическую структуру, ему придется менять направление своего экспорта, и это, возможно, сейчас еще, это не важно, а вот через 10-15 лет, может быть, через 20 лет это будет очень важным. При этом надо учитывать, что действительно китайцы составляют большинство, активное большинство на очень небольшой части территории Китая, которая примерно является третью, может быть, чуть-чуть больше, и это тоже проблема для Китая, Китай это совершенно другой мир, вот как сказал Алексей, отдельно от собственно самого исторического Китая, и говорить о том, что это успешно впишется во все зигзаги того, что произойдет в мире, это, безусловно, серьезное допущение, не знаю, опять-таки, ответа на этот вопрос у меня нет, я думаю, что интересного здесь будет много, хотя, безусловно, что Китай достаточно конструктивно подходит к этому вопросу, и он конструктивно повторяет то, что Советский Союз конструктивно не достроил, вот я бы так сказал в этой части, отношение к этническим территориям, а в Китае они больше, чем в России, в Китае гораздо конструктивней, последовательней, и он лучше разводит этническое, общегосударственное, территориальное и собственно саму экономику, в Советском Союзе по-моему этого так сделать и не удалось. Такое ощущение, что китайцы при всей их особенности, при всей однопартийности, они идут на опережение. Вот в Китае нет демократии, там одна партия, но в этой партии идет такая борьба, которой можно позавидовать. Более того, сейчас даже печатаются материалы, это называется фракции, там как-то еще, еще по-китайски, я не знаю языка, но они решают то проблемы не то, что там вышел сам лидер и сказал наши китайские ценности, ура-ура-ура. Нет, они все обсуждают, они все дискутируют, они принимают совершенно чудовищные нестандартные ходы, вот у них там коррупция и все прочее. Что они сделали? Они в Пекине построили там какое-то огромное здание, в которое пишут мелкие предприниматели письма, если их обидели чиновники, а за это очень сильно наказывают. И чиновники узнают, если письмо написано, то он бежит и обгоняет вот на пути к этому дому буквально, мне рассказывали случаи, этого, не знаю, там, крестьянина, бизнесмена, чтобы тот только туда бумажку не отнес. Все равно китайцы считают, что главная проблема коррупции, они это честно говорят, но извините, меня сэмэра Шанхая чуть не расстреляли, сэмэра расстреляли за 7 миллионов долларов. Для мэра Москвы это поужинать? Сам для того, сам старого, понимаете? Ладно, без голословных обвинений, пожалуйста. Это шутка такая, и потом это уже сам тоже чисто в это можете верить, можете нет, потому что меня иногда обвиняют, что я пропагандирую Китай. Я туда езжу каждый год, по два раза, но таких перемен, таких масштабов я никогда не видел. И первые два-три раза мне все казалось, морочат голову товарищи. А дальше было как в анекдоте. Я взял глобус и говорю, вот сюда меня, пожалуйста. И по глобусу меня повезли в это место. Потом на следующий раз я говорю, в самую бедную провинцию, пожалуйста. И мы поехали в самую бедную провинцию. Они не стесняются, это удивительно. Они ничего не скрывают. Поэтому ну в общем и вот самое поколение сам, конечно, сам жалеют нас. Сам немножко обидно испытываешь комплексной полноценности. Ну что же вы, вы бы могли, да вы, а вы вот так сделали. Ну, при том, что я разделяю глубокое уважение к тому, что делает Китай, действительно впечатляет, но не надо тоже абсолютизировать, потому что если бы они планировали, как правильно заметил Влад, всегда на сто лет, то такой извилистой истории, наверное, не было бы. И вот эти пресловутые сто лет позора, которые они сами называют до 49-го года, это был период полного, значит, кошмара, унижения, распада и так далее. Так что все запланировать невозможно. К счастью или к сожалению, я уж не знаю. Здравствуйте. у меня вопрос к Алексею Всеволодовичу. Возвращаясь к исламскому государству, вот вы говорили об исламизме, а у меня вопрос, а что там делает генерал Аль-Дури? Генерал Аль-Дури, то есть верхушка, военная верхушка, которая была при власти при Саддаме Хусени. Какую силу они выполняют и на какую... Вы имеете в виду военных этих ребят? Очень хороший вопрос. Давайте даже пошире посмотрим, ведь еще же были бы асисты. Правильно? То есть в какой-то момент их сольют? Ведь по сути эти 24-3 года, что они были при Саддаме, они задавливали вот этот котел. Понимаете, какая вещь сам? Когда все произошло, я считаю, что надо было действовать предельно цинично. Особенно нам, России, бывшему Советскому Союзу. Этих людей нужно было сохранять. Это была организованная сила, которая, как бы к ним не относиться, могла навести порядок. Мы не сделали ни черта. Американцы спохватились через два с половиной года. Их начали каким-то образом. А то, что осталось, пошло вот сюда. Вот эти все военные басисты, которые плевали на ислам сам всю дорогу. А сейчас-то чего? Если есть такая возможность. Лучше тут, потом они торговать будут. Заметьте. Это же очень неглупые ребята и, наверное, сам две трети по-русски говорит так, как мы с вами. И это не исключаю, потому что басисты самоучились где? В высшей школе. И начинали с русского языка. Так что тут эти ребята еще себя покажут. Но то, что мы их слили, вот если бы они остались, не знаю, там, чего бы получилось. Вот эти, какие были бы сам границы исламского государства тогда. Михаил Коплинский, студент второго курса департамента политической науки НИУВШ. У меня достаточно плевый вопрос. Скажите, пожалуйста, с учетом всего сказанного Алексеем Всеволодовичем касательно того, что ИГИЛ это, в принципе, относительно закономерный этап развития исламизма и о том, что задавив этот ИГИЛ где-нибудь в том районе, где он сейчас находится, в Ливанце, в Ираке, он, в принципе, обязательно успеет в другом месте, что похоже на, правда, с учетом ситуации на Филиппинах и в Нигерии. Остается вопрос, а как угрозу ИГИЛ сейчас воспринимают в каком-нибудь условном Египте или условном Марокко, в общем, в относительно стабильных странах какого-нибудь арабского мира? По странам, я вам могу сказать. Вот очень хорошо назвали Марокко. В Марокко всегда были умные короли, которые делили исламистов на четыре группы. Ну, примерно так, как я, но короли были умнее, они это делали более изящнее. И король периодически со всеми вот этими вот исламистскими слоями встречался, даже с террористами, тайна. И вот оттуда же пошло название оппозиция его величества и его величеству. Это имело прямое отношение к исламистам, ну и к другим тоже, но в первую очередь. Он это пережил. Что касается Алжира, я иду с запада на восток, в Алжире была гражданская война. Люди поняли, какую цену надо платить за все эти игры. Они в них поиграли. И это уберегло Алжир от арабской весны. В Иордании король, в общем, большие проблемы. У турок умеренные сам исламисты Иордан мы еще посмотрим. Дальше сумасшедший дом просто идет. Потом Иран, потом опять сумасшедший дом и тогда Индия. Я не знаю, кому конкретно вопрос. Меня интересует очень, а возможно существование Курдистана, который из иракской части, без перекройки границ одновременно Турции, Ирана и Сирии? Или если уж выделяете Курдистан, то сразу весь. Я знаю ответ на ваш вопрос. Курды это последний крупный народ, который лишенный государственности. Но если он эту государственность в масштабах Курдистана будет получать, то ИГИЛ будет играть в оловянные солдатики. Поэтому никто не хочет, чтобы был великий Курдистан. Да, в Ираке пусть ребята играют. Это пока хорошо. Но вот иракские игры это провоцирует чуть-чуть курдов. В Сирии чуть-чуть. В Турции знаете, мне однажды курды подарили карту великого Курдистана. Я по глупости повесил себе ее в кабинете на стенку. А на следующее утро, хотите верьте, хотите нет, это Самраиль в кустах, ко мне пришло турецкое телевидение. после этого я закатал эту карту и убрал. Ну вот так вот. Нет, это страшно. Возможно ли радикализация, исламизация радикальных движений, террористических организаций? К примеру, ИРА, Ирландская республиканская армия. Нет. Что так уныло-то? С обращением сказал. Все уже, коза. Драйв-то прошел, что ли? Нет, невозможно, конечно. Дело в том, что эти движения обычно всегда, учитывая как этимологию их создания, они всегда скорее лево-радикальные среди террористов из ИРА, из Басков, и тому подобное, обычно лево-радикализм очень сильно выпирал. Мы можем даже такой пример привести, очень любопытный, на мой взгляд, что из южно-тирольских террористов, которые имели место в 60-х годах, в очень консервативном регионе, в страшно консервативном регионе, вылезло местное отделение коммунистической партии, которое существует и до сих пор, хотя, в общем, оно и не получает большого количества голосов, но существует до сих пор, все пережило. Добрый вечер, коллеги. У меня к вам такой вопрос. Собственно, как мне представляется, сейчас у ИГИЛ есть два варианта. Либо его уничтожают физически, либо образование повторяет судьбу Саудовской Аравии, да, ведь, собственно, ваххабиты, когда захватывали власть, они тоже воспринимались как отморозки, да, либо повторяет судьбу, скажем, тех же палестинцев, которые когда-то были террористами, но потом признаны международным сообществом, ну, либо, в конце концов, движение Хизбалла, которое тоже, в общем, становится более-менее участником политического процесса. Вот, как вы видите все-таки, коллеги, какой вариант более вероятен? Вы знаете, если бы у меня была возможность дать кому-то совет, я бы его не дал. Понимаете, теоретически было бы очень неплохо посеять рознь внутри этого ИГИЛа. Она существует, она существует на этнической основе. Чеченцы не любят узбеков, арабы не любят чеченцев, в общем, там это есть уже, это первое. Второе, там есть проблема людей навоевавшихся. И вот месяца два тому назад была проблема дезертиров, они ловили, их расстреливали, дезертиров. То есть, там существует какая-то усталость. Вот, если просчитать, насколько эту усталость можно подталкивать, я не знаю как, бомбардировками, голодом, ну, я не из ФСБ, понимаете, я тут нет таких связей, и одновременно создавать вот эти конфликтные очаги, на это уйдет какое-то время. Но народ там заводной, поссорить их, конечно, можно, однозначно можно поссорить, тем более, кстати говоря, у России большой опыт по этой части имеется. вот так вот, там дробить, 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 и, естественно, какое-то силовое давление. Но, какие минусы? Они будут переезжать, понимаете, вот, я понимаю узбеков, которые боятся, что они переедут, вернутся в Афганистан, оттуда перескочат, там, частично, в Ферганскую долину, будет транзит власти в Узбекистане, тут они вылезут. В Европу, тут нельзя поставить железные занавеси, чтобы вот там они и заварились. Они будут расползаться, вот это проблема будущего. А их там уже ждет и Бока-Харам, и в Кении, и в Сомали, и в Мемине, и у нас. Вы больше, чем два варианта нарисовали. Значит, вот такой вот у меня есть мысль. А, собственно, если мы говорим о проблеме ИГИЛа или ИГЭ, мы всегда должны отдавать себе отчет в том, что Ираку нужен какой-то скреп. Если мы говорим о контроле над суннитскими территориями в Ираке, а кто, собственно, и как будет контролировать сам Ирак? В нынешнем виде, по-моему, это практически невозможно. Оттуда и взялся ИГИЛ на суннитской территории, как территория, оставшейся фактически безлегитимной власти в результате различных разменов, которые происходили в условиях принудительной демократизации. Курдистан остался относительно стабильным, шиитская территория осталась относительно стабильной, суннитская территория, потеряв все, изобрела ИГИЛ. Вот, собственно, изобретение. Теперь нам нужен, если мы сохраняем Ирак, нам нужен какой-то скреп. Если мы не сохраняем Ирак, это совершенно другая история, это уже какой-то еще один вариант. Уважаемый Федор Александрович, большое спасибо за дискуссию. Савченко и Евгений, финансовый университет. 1 апреля министр иностранных дел Лавров покинул Лазанну. Вместе с ним улетел Лоран Фабиус. В этот же день, в 23.30, он вернулся туда, и в этот же день фактически Обама достиг соглашения с Ираном. Учитывая, что Обаме до Китая не дотянулся, учитывая, что Обаме нужен Иран, значит, он, скорее всего, за нашей спиной пошел на соглашение с Ираном по ядерному вопросу на серьезные уступки. Таким образом, у Обамы развязываются руки в отношении Украины. Следовательно, нам нужно ждать удара. В какой информе будет, это вопрос другой. И поскольку, значит, главное правильно сформулировать вопрос, я рискую его поставить вот так вот. Могут ли Соединенные Штаты использовать ИГИЛ и спящие ячейки исламских радикалов в российских городах-миллионниках для дестабилизации ситуации в стране? Ну, надеюсь, что нет. Я думаю, что это такой очень радикальный вариант, если честно. И мне совершенно не кажется, что Соединенные Штаты планируют какие-то радикальные варианты внутри России. Если бы Маккейн стал президентом, я бы еще в это поверил. Ну, и он не станет. Поэтому я в это не поверю. А Соединенные Штаты хотят от России совсем не взрыва исламистских ячеек в центре Москвы. На самом деле это никакого эффекта не дает, а приводит только к большему закрытию того режима, который сейчас есть в России. Вот и все. Зачем это нужно Соединенным Штатам, я, честно говоря, не знаю. по поводу ячеек. Ну, это немножко наивно, простите, звучит. Но уж поскольку вы затронули по поводу сам ячеек, у нас сейчас этих ячеек по всей России как собак нерезанных. Сам ячеек Хизбут-Тахрир, это крупнейшая партия была в Ферганской долине, лет 6 или 7 тому назад было, по-моему, не то 42, не то 45 по всей России. Сейчас по одной Сибири там сотни. И вы знаете почему? Не из-за госдепа. Он, к самому, госдеп-то прозевал это мероприятие. Это Ислам Абдулганиевич Каримов, данный ему Аллахом властью, выпер эту Хизбут-Тахрир куда-то. И в основном она поехала к нам. Поехала она это по Волжье, это Пермская область, Челябинск, Башкирия, Тюмень, Курган и так далее. А там, куда они плюнят, этих ячеек, вернутся ли они обратно, эти вот мигранты-то, это вопрос другой. И если там что-то будет, я думаю, там ничего не будет, но кнопку будут нажимать совсем другие люди. Во всяком случае, госдеп, по-моему, даже про это не знает. Здравствуйте. Студент Государственного экономического университета гуманитарных наук Прироссийской академии наук третьего курса Велепский Павел. Политология, кстати говоря. У меня вот такой вопрос. Если посмотреть на ИГИЛ в более широкой исторической перспективе, возможно ли, что ИГИЛ это есть стадия в тенденции радикализации ислама? Ведь в свое время нынешний лидер Акальд Аль-Зава-Хири вышел из братьев... В чем ислам? Легализация? Нет, 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 нет. ИГИЛ как стадия в тенденции радикализации. А радикализация? В свое время, как известно, Аль-Зава-Хири вышел из братьев мусульман, посчитав их недостаточно радикальными. И есть ли вот эта тенденция радикализации настоящим вызовом современному государству? Спасибо. Радикализация ислама это, наверное, не ко мне, это скорее ко Алексею. Радикализация исламу это некие сапоги... Как это... Ну, в общем, как это сказать? Это вещь в себе. Ислам и есть радикален по определению. Он политизирован, об этом Алексей говорил. Поэтому радикализация ислама или политизация ислама она всегда будет возникать и именно это и есть его политическое свойство. Ислам собирается завоевывать власть политическую основываясь именно на своих собственных ценностях в отличие от других религий. Ну, нет уже буддистской демократии и слава богу. На самом деле демократия и религия это вещи которые могут сочетаться но вовсе не обязательно должны присутствовать одно в другом. А в исламе это обязательно. Поэтому он радикализируется как только собирается прийти к власти основываясь на своих собственных исламских ценностях. Петришев Владимир магистр дипломатической академии МИД Российской Федерации. Ну я к сожалению не политолог а юрист международник. Было сказано много очень интересно воспринимать Европейский Союз как федерацию хотя на самом деле это конфедеративное устройство и так далее но вопрос таков сейчас мы говорим о ИГИЛе как о явлении и почему-то насколько я слышал эту дискуссию и так далее немножко мы говорим о том что это какое-то такое сверхгосударство государственная высшая форма организации общества ничего нового и большего мы не придумали так вопрос таков для Российской Федерации ввиду того что Средняя Азия южная подбрюшина Российской Федерации сейчас находится под ударами ввиду того что президентский режим в Узбекистане допустим единственная страна среднеазарского региона которая справляется с угрозой Афганистана как Элеванта стоит под вопросом вообще насколько долго проживет элементарно президент и так далее что делать Российской Федерации в этих условиях поддерживать дальше Иран, Сирию и Ирак накачивать его оружием и так далее потому что это те территории где ИГИЛ по сути своей обитает и чтобы они сами пытались справиться с этой проблемой или искать себе каких-то внешнеполитических партнеров посильнее спасибо Европа не является конфедерацией в чистом виде и не является федерацией потому что федеративной конституцию Европейского Союза принять не удалось это вот есть такая вот зависшая реальность когда путь вперед оказался как сказал Федор не таким прямым каким он планировался заранее возможно он есть а возможно его и нет а что касается ИГИЛа то дело в том что опять-таки вопрос сохранения Ирака как единого государства на мой взгляд крайне сложен и противоречив если Ирак не сохраняется или даже не функционирует как единое государство то там высвобождается огромное пространство для радикальных сил хорошо что шииты находятся под серьезным влиянием Ирана Иран не заинтересован в дальнейшей радикализации южной части Ирака а если бы было наоборот а что касается сунницкой части она как бы лишена на данный момент каких-то естественных точек притяжения это собственно одна из причин по которой появился ИГИЛ это я не знаю а вот оружие надо продавать всем пока покупают у нас еще грозит безработица не мы продадим китайцы продадут китайцы еще кто-нибудь поэтому тут я считаю нужен здоровый цинизм и не разыгрывать из себя миротворцев покупают там какие-нибудь сам трехсотые комплексы давай их гнать покупают я забыл не антен как называется давай их гнать туда и ничего страшного лишь бы платили деньги так делают все а изображать из себя невинность ну мы же не советский союз который говорил ой мы никому ничего не поставляем потом туда приезжаешь там одни советские танки и самолеты от Атлантики там я не знаю где до Индии ну почему голову морочить вот что всегда отличало совет по внешне оборонной политике это устойчивый гуманистический пафос мне очень приятно что Алексей Вселож завершил на этой прекрасной ноте спасибо всем до свидания спасибо